Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы работаем в эфире совладелец Балтийской Международной Академии доцент Станислав Буков у нас сегодня в студии и это такой, наверное, редкий случай, когда у нас человек пришел на эфир именно в свой день рождения не просто в день рождения, а в большой юбилей, с чем его и поздравляем и я так понимаю, что вы уже достигли того возраста когда вы все время на работе вы все время работаете, даже на юбилее Да, добрый день уважаемые радиослушатели но, к сожалению, это и раньше было, вот сейчас я иногда думаю, что, к сожалению, поэтому ритм жизни остался примерно такой же, правда иногда я делаю паузы чтобы потом опять вернуться но это паузы в работе, как перерыв я могу уехать куда-то, а потом возвращаться назад и более интенсивно работать Поскольку все-таки юбилей не могу не спросить такой сделать, наверное, экскурс в историю, я думаю, что для тех наших радиослушателей которые были связаны с Балтийской Международной Академией наверное, прежде название Балтийский Русский Институт многие помнят это было, если не ошибаюсь, 92-й год если я ошибаюсь, мне поправьте когда вы вместе с коллегами тоже преподавателями решили создать частный вуз сейчас, наверное, тяжело это представить что было, особенно для молодого пока я не понимаю, что такое 92-й год развал, разруха, какое там высшее образование тем более частное как вообще, вот если так вот чуть-чуть эту пленку отмотать назад вот глядя в этот период как вообще вы с коллегами решились на нечто подобное и как вообще видели что возможно развивать частное высшее образование ведь вы все вышли из государственной вузовской школы какая тогда в советское время была другая школа, как и не государственная тогда нам надо еще на 3 года назад отмотать пленку к 89-му году когда началась уже перестройка возникли вопросы и национальных меньшинств и языка и демократии с точки зрения будущих выборов и тогда на форуме народа в Латвии такой Виктор Попов, его уже нет предложил идею, что для защиты соответствующих национальных меньшинств куда он относил и русское надо было бы создать государственный гуманитарный институт государственный государственный значит эту идею поддержала целая группа ну на тот момент достаточно молодых людей в возрасте 35-40 лет которые уже занимали какие-то должности я был директором департамента высшего образования в Латвийском министерстве образования на тот момент и мы стали обсуждать для чего это все необходимо привлекая своих коллег партнеров из Латвийского университета из технического откуда угодно во-первых сначала это был дискуссионный клуб мы собирались каждую неделю на улице Смилшу недалеко от моего министерства и моей работы там потом был коммерческий банк а до этого была запрыба так называемая и мы решили что ну раз мы такие умные раз у нас много идей то мы должны ну каким-то образом ну создать клубы, движения и мы создали центр демократических инициатив оказалось что ну понимание того что нужно это или не нужно для государственной такой вуз в общем-то разделял некто Анатолий Горбунов на тот момент очень влиятельный человек очень влиятельный и он создал то что назвали рабочей группой по оценке Рижского гуманитарного института я был председателем этой группы и мы написали положительное заключение и вот здесь это сегодня смешно через 30 с лишним лет уже но мы были подвергнуты очень резкой критике потому что все обвиняли нас и в то время уже существовал народный фронт которые говорили а в Латвии всегда есть традиции двухпоточного обучения в государственных учебных заведениях на латышском языке и на русском а вы разрушаете вот эту выработанную десятилетиями модель и это плохо надо сохранять так как есть правда когда наступил 90-й 91-й 92-й год как-то об этом забыли к 92-му году все потоки русские были ликвидированы уже то есть это еще раньше чем в школе это была трагедия трагедия для преподавателей которые преподавали на русском языке и это не зависело от поколения и только какой-то небольшой процент смог адаптироваться выжить выйти на уровень преподавания в государственных вузах который соответствовал ну их уровню на русском языке это очень разные вещи читать на другом языке профессиональные лекции вести профессиональные занятия это требовало ужасных усилий и вот здесь мы поняли что ну от государства естественно мы это поняли уже к 90-му году ничего мы не получим демократия пошла развиваться таким образом что надо пытаться тогда частное образование прилагать как альтернативу единственный вариант это частное образование мы создали модель мы параллельно стали понимать что а для этого нужна все-таки какая-то общественно-политическая поддержка и центр демократических инициатив пошел на выборы в то что теперь называют царистской думой это был 89-й уже год и нас там пять или шесть человек прошло в жесткой конкуренции с кандидатами от КПСС и от Народного фронта вот я участвовал там в двух выборах сначала первый этап когда было много желающих потом оставались я и например кандидат от Народного фронта и я выигрывал поэтому вот это было к 90-му году мы решили что опять-таки раз мы в состоянии пройти в Рижскую думу то надо попробовать в последний или в первый как угодно либо последний советский или первый демократический и там тоже кстати был весьма успешный старт и там у нас была фракция центра демократических инициатив и в то время можно было быть двойным депутатом вот я был одним из очень немногих кто был и депутатом Рижской думы и депутатом Верховного совета Латвийской республики но ей уже этого не помнят можно было быть и так и так можно было ну вот это из таких нюансов которые были и к 92-му году при поддержке я могу назвать тех людей из Народного фронта и наших преподавателей из Латвийского университета например того же Петри Салакиса тоже уже к сожалению нет живых предателем и Народного фронта и он помог создать Балтийский русский институт он понимал что это необходимо для страны я действительно ему благодарен и через 30 лет хотя его уже конечно давно нет были и другие кто понимали что это сохранение потенциала Латвийской республики это ее развитие это не забвение того что эти люди могли бы сделать для Латвии вот те же классные преподаватели которые работали в том же РКИГА в Латвийском университете в других вузах Латвии они пришли к нам и к нам пришли студенты которые хотели и могли учиться на русском языке и эти преподаватели уже воспитали целое поколение несколько поколений студентов наверное с тех пор я пытался оценить сколько у нас получили дипломы и учились у нас в Риге в наших филиалах за все эти годы потому что мы поняли что это востребовано и у других и уже через год после 92 первый и до сих пор самый крупный филиал мы открыли в Дауговке потом несколько десятков тысяч выпустили за все эти годы да а всего но у нас ведь был и отсев и мы достаточно жестко подходили к требованиям к образованию вот я могу вас познакомить я говорю об этом радиослушатели с одним из наших выпускников его фамилия Элкин зовут его Абиб и он может понять как его там иногда по блату ставили как ему иногда там профессиональные предметы то что он был уже профи и как его в то же время гоняли что нет надо что-то сдавать поэтому по моим подсчетам через нас прошло более 50 тысяч наших студентов это ну более 50 тысяч семей Латвийской Республики а вот вы не жалеете такое лирическое отступление вы все-таки не жалеете что дальше не пошли вот по этой по политической стезе потому что уже на тот период у вас был большой опыт вы сами сказали что и в Рижской Думе и в Верховном Совете нет не жалею мне стало неинтересно ни в одной ни во второй структуре опять таки вы разочаровались вообще в политическом процессе рекомендируя того же Петери Салакиса который был не только в Верховном Совете но и в Ряде потом Сейма он сказал а ты знаешь наверное первые вот мы мы были самыми честными с точки зрения выражения своих мнений позиций потом начались экономистские группировки и самое профессиональное то что нам приходилось выборы ведь были не по партийным спискам а реально по индивидуальным вот округа и каждый должен доказать насколько ты и избиратель да и конкуренты конечно и это была честная конкуренция иногда там перемежающаяся там жалобами оскорблениями чем угодно но тем не менее я восточный латыш поэтому для меня это еще понятнее все было как это делается какие угрозы это несет к себе поэтому вот здесь нет мне было уже это абсолютно неинтересно я понял что лучше заниматься чем-то своим и у меня было в тот период очень много разных бизнесов каких угодно там от торговли страховых компаний судов судов которые у меня были там и многое многое другое то есть вы как и предприниматель прошли вот такой большой этап да конечно я думаю что у меня было ну минимум 20-30 структур но сам для себя я рано или поздно понял что ну наверное это гены учитывая что мои родители были учеными докторами наук то есть и мама и папа и отец то есть вы пошли по существу по их стопам нет не пошел я как я иногда издеваюсь над собой говорю я выродок для семьи почему семья у меня потому что они биологи они сельскохозяйственники отец растеневод мать микробиолог а я пошел совсем по другой линии а мог идти по той но я сказал не мне это не интересно и не стало мне потом интересно а родители все-таки хотели да ну конечно они говорили мы же можем помочь посоветовать это же очень важно когда есть те кто могут тебе в науке помочь да вот еще говоря а вузе нет такого все-таки ощущения что вузы сейчас ну естественно не от самих вузов пытаются каким-то образом политизировать потому что ну конечно время от времени мы помним даже за последние там 5-7 лет постоянно какая-то реформа должна быть вузов периодически мы слышали что помните было что очень много вот этих гуманитарных вузов надо больше технорей то есть мы все время то в одну крайность то в другую то математика нам не нужна то нам теперь социальные науки не нужны сейчас вот новый этап который мы сейчас все наблюдаем я думаю наши радиослушатели сидят за новостями тоже слышат уже начинают говорить что что-то у нас с вузами не в порядке мы конечно не знаем что но мы их решили реформировать сами вузы даже к этому процессу привлекать не будем мы сами лучше знаем что нужно делать вообще вузов у нас много вот это все наверное относительно много мало каких вузов много каких мало в конце концов я так понимаю что Балтийская Международная Академия не имеет каких-то бюджетных мест вы не получаете дотации от государства вот вы же сами выживаете ну во-первых я скажу что вузов действительно в Латвийской Республике много но в таких случаях всегда говорят вообще-то посмотрите на себя на себя это значит владельцы или учредители вузов в первую очередь у нас много государственных вузов и колледжей в том числе в регионах да в том числе ну видите раньше считалось я могу назвать только один город который каким-то образом умудрился и это было его минусом не открыть вуз это Екопилс там вот нет город достаточно большой а вуза нет и поэтому мэру Салцевичу у нас там есть филиал там другие говорили вот мы смогли открыть вуз а ты нет то есть любой приличный ну по нашим понятиям город 20-30 тысяч человек хотел создать вуз но это уже по-моему перебор это и перебор этого не было необходимости в этом и понятно что и потенциала не было вот я хотел сказать где же это преподаватели это получается простите какие-то гастролеры которые просто переезжают с одного вуза на другой на автомобиле читают лекции там 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 еще в десятки ну это не только беда государственных вузов но и тем более мне не нравится частных а не правительственных вузов точно так же когда у нас наверное много юристов экономистов менеджеров социологов но опять-таки начните с государственных вузов а почему там сотни и тысячи бюджетных мест выделяются до сегодняшнего дня по этим направлениям получив получив какую-то работу а в то же время другое другие направления которые не несут такого потенциального дохода они не дофинансируются в государственных вузах еще 30 лет назад я говорил о том что давайте по латвийскому университету мы примем отдельный закон как по национальному университету сегодня там нам говорят а вот в Тарту по нему есть отдельный закон но вам же это предлагалось сделать вы этого не хотели у нас только отдельный закон по двум иностранным вузам стокгольмский и юридический где говорят о том что вот этим двум вузам вообще и даже их работников всем вообще государственные языки в Атве знать не обязательно так прямо в законе говорится это кажется невероятным но это так это не просто невероятно это с точки зрения того как это делалось было сделано в восемнадцатом году еще и очень некорректно в то время как остальным вузам это закрыли те же депутаты которые голосовали за фактически ликвидацию русского языка в высшем образовании внесли предложение по разрешению на английском языке в этих вузах реализовывать сто процентов о том что действительно не нужны препятствия для администрации не нужны препятствия для преподавателей для преподавания у них потому что для всех остальных вузов мы не можем учить сто процентов на английском языке латвийских студентов мы можем учить иностранцев если получим еще лицензии и все остальное а вот граждан латвийской республики я считаю что это вообще-то предмет для того чтобы тот же конституционный суд или тот же омбудсмен по правам человека посмотрел и сказал а как так гражданин евросоюза из литвы может у нас учиться на английском языке на сто процентов а гражданин латвии не может а почему а потому что так записано в законе 20 процентов не более 20 процентов даже за собственные деньги даже за собственные деньги это же какой-то абсурд да это абсурд но за этот абсурд проголосовали потом поняли что этим убивают два зарубежных вуза потому что рижская экономическая школа сейчас имеет еще и право исторического названия стокгольмская экономическая школа и кстати это частный вуз единственный в Швеции университетского уровня так же как рижская юридическая школа они тоже считаются созданными юридическими лицами правда и один и второй вуз сегодня находятся под зонтиком латвийского университета да моего родного университета но они фактически относятся к группе латвийского университета то есть ну налицо же явные двойные стандарты дискриминации это недобросовестная конкуренция этим мог бы заинтересоваться и комитет по антимонопольному совет по конкуренции но никто же этого не делает не конституционный суд а он что не может возбудить дело по собственной инициативе они только принимают жалобы какие-то которые должны пройти все у них нет права собственной инициативы есть точно так же как омбудсмен может говорить о том что у нас странное соблюдение прав граждан латвийской республики при том вне зависимости от национальности от языка того граждане или не граждане 20% но у нас этот закон пока никто не применял государственным вузам вот да здесь много тем так чтобы может быть перед паузой на рекламу все таки ведь известно что был подан исконственно суд как раз по поводу всей этой дискриминации и кстати нарушение принципов свободы конкуренции мы сейчас даже не о языке говорим а вообще о бизнесе я так понимаю что в этом году какое-то решение конституционного суда мы наверное будем можем ожидать в ноябре в декабре месяце мы получили запрос ну например как ассоциация частных вузов от конституционного суда написали и мы в этом очень активно участвовали написали свою позицию потому что иск подавали депутаты Сейма но это не означает что этот иск имеет какие-то преимущества по скорости еще почему значит кроме нас по видему они и к другим заинтересованным структурам посылали такие запросы но сроки рассмотрения пока еще не названы они к сожалению в конституционном суде нет сроков установленных вот они когда приняли к рассмотрению дело они установили что в декабре 19-го года они должны будут иметь уже комментарии комментарии и мы тоже надеемся что так будет тем более что за это время все-таки оказалось что не было никакого единодушия членов конституционного суда когда они принимали закон по школам по частным да по частным школам это означает и по государственным тоже потому что там ну по частным в первую очередь там были возражения отдельные комментарии отдельных судей да кроме того судя по всему такое же ну разночтение есть и по вузам по языкам появились ну скажем очень компетентные международные отзывы за этот период экспертов и ООН и Европейского союза которые высказывали озабоченность ограничением прав частных вузов и национальных меньшинств но один из очень редких случаев когда был инициирован иск в венецианскую комиссию Латвия отказалась подавать такое а обычно страны которые хотят оценить свои законы и сомневаются в чем они сами они сами и здесь другого варианта фактически нет может подавать другая страна которая заинтересована но там тоже есть ограничения например Венгрия подавала по закону украинскому в венецианскую комиссию но Украина не возражала против этого и заключение тоже было достаточно критичным и первый раз а потом и второй раз Украина попала после изменения закона во второй раз был подан в венецианскую комиссию так вот в данном случае подавали структуры Европарламента и парламентской ассамблеи иск в венецианскую комиссию и там ну судя по ну интервью тех которые отдают представители парламентской ассамблеи решение должно быть до конца марта значит его по-видимому ждет и наш конституционный суд чтобы понять а как же это будет по отношению не только к частным школам частные школы то получают финансирование от муниципалитетов от самоуправлений и от государства а частные вузы действительно не получают ничего тем более это очень хаушее замечание тем более что с ноября месяца госпожа Зимала представитель конституционного суда сама стала членом венецианской комиссии такая пикантная ситуация так что будем наблюдать за букву на студии не переключайтесь поговорим о сегодняшний день Балтийской международной академии небольшая пауза на рекламу добрый вечер один из соучредителей Балтийской международной академии совладеец Балтийской международной академии нас и в беля вот я понимаю что время поменялось и жизнь поменялась но тем не менее если можно как-то сравнить чтобы люди понимали респективно вот те годы становления еще Балтийской русского института который потом стал Балтийской международной академией и вуз сегодняшний это если так можно сказать две большие разницы два разных вуза или все-таки какие-то там традиции, принципы обучения и так далее, вы все-таки сохранили? Ну, я не могу сказать, что это один и тот же вуз. Нет, сейчас я не о названии, я именно о сути. И что, во-первых, даже когда мы меняли название, это было отражение происходящих процессов. Это не просто замена вывески, да? Нет, но в Латвии, во-первых, на Академию нужно выполнить соответствующие требования, и кроме нас, ну, может, мог бы эти требования выполнить далеко не все другие, и частные мудры. А вот что за требования? Это наличие в преподавательском составе для Академии не менее 50% докторов, допустим, для университета это 65%. Докторов на университет, да. И это сейчас записано, поэтому, когда сейчас говорят, а там надо будет выполнить столько, это все записано в закон. Это необходимость иметь докторские советы, они у нас есть и по экономике, и по юриспруденции. Это издание научных журналов у нас, ну, допустим, по праву у нас два журнала, и мы в этом смысле, наверное, вообще единственный вуз среди не только частных, но и государственных. Один мы стали издавать сейчас, ну, пригласили в соиздатели Резекнемскую технологическую академию, и вот два вуза издают такой журнал, это административа, криминала, юстиция. Там есть еще требования к тому, что должна вестись научная деятельность по ряду направлений, а не только по узкому спектру. Вот это все требования к академии. Они несколько ниже, чем к университету, но вообще, если говорить правду, то еще 10 лет назад мы считали, что к сегодняшнему дню мы сможем выполнить требования университетского уровня и претендовать на университет. Допустим, в той же Литве они к этому подходят гораздо спокойнее, и у них университетами называются и более узкие, и маленькие вузы. Вот у нас недавно мы подписали договор, в том числе и Размурский, с одним из кауновских университетов, в котором учатся меньше тысячи человек. Поэтому все эти требования, они меньше там пяти тысяч было. А потом не менее четырех, поскольку под пять не проходил Елговский сельскохозяйственный университет, значит, а под четыре тысячи он проходит. Поэтому мы меняли из-за того, что у нас стало много иностранных студентов, когда мы меняли название Балтийский русский институт на Балтийскую международную академию. У нас есть продолжение традиции, у нас есть целый ряд наших выпускников, бакалавриата, магистратуры, которые у нас преподают. У нас есть наши доктора наук, которые защищались у нас или защищались в других вузах. Это наши выпускники, которые у нас преподают, и они доросли до уровня на сегодняшний день уже доцентов, ассоциированных профессоров, профессоров. А начинали со студентов бакалавриата. Да, я могу привести пример, как когда-то ко мне, наверное, пришла группа студентов третьего курса юрфака и сказали, вот мы бы хотели издавать журнал. Из него вырос потом Балтийский юридический журнал. А мы хотели бы создать юридическое бюро для того, чтобы консультировать, помогать по юридическим вопросам. Из него выросло бы юридическое бюро Академии. А среди тех, кто у нас был, выросли преподаватели, которые защитили магистрские и докторские степени. Вот одна из них, надеюсь, в ближайшее время станет экспертом Совета по науке. Она руководит нашей докторской программой на сегодняшний день и станет, надеюсь, и ассоциированным профессором. Это вот последствия прошлого поколения. Поколение смогло воспитать. Да, это трудный, сложный и индивидуальный процесс. Это ручная работа. Каждый раз найти того, кто не просто талантлив, но может и хорошо преподавать. Это разные вещи. Бывают учёные, но не преподаватели. Точно. Как спортсмены-тренеры. Да, это понятно. Вот говоря вообще о ВУЗе в современной Латвии, ну, мы знаем из серии «Демографии не обмануть», мы знаем, что люди продолжают выезжать, и мы видим, что не только сегодня, наверное, ВУЗы сталкиваются с последствием низкой рождаемости 90-х годов, ну, когда просто нет студентов, да, но и, видимо, в будущем тоже будет, как модное слово, такое вызовы, потому что если мы посмотрим на сегодняшнюю рождаемость, на вообще самое низкое за последние 25 лет, значит, очевидно, что пройдёт ещё там, сколько-то там, 15-16-17 лет, и опять ВУЗы столкнутся с остальной нехваткой студентов, ну, понятно, что одно из решений вопроса – это, конечно, экспорт образования, такая вот модная фраза. Что с этим у нас? И что с Балтийской международной академией? Ну, Балтийская международная, наверное, была, ну, скажем, зачинателем экспорта, потому что к нам приезжали из всех стран бывшего Советского Союза, и они стремились к нам для того, чтобы понять, оценить и ту же Латвию, её результаты от того, что она вступила в Европейский Союз, и в то же время учиться на родном языке и получить диплом Европейского Союза. И в каждой из этих стран это давало целый ряд преимуществ. На сегодняшний день мы стали расширять количество программ на английском языке. Таких у нас на сегодняшний день 8, которые мы сегодня или завтра вместе с ростом студентов, там, с первого курса на второй, третий, четвёртый, или в магистратурах можем обеспечить на неплохом уровне. Преподаватели местные, латвийские? Есть и местные латвийские. Наша законодательство на сегодняшний день требует 5% зарубежных преподавателей. Планируется, что будет их 10%, вот, в той концепции, которая сейчас там то ли принята, то ли почти принята кабинетом министров по этим пунктам. Но там тоже есть, ну, на мой взгляд, глупые ограничения. Ну, возьмём даже российские вузы, которые находятся в рейтинге мировом на позициях получше, чем Латвия. Это мягко говоря, да. Ну, будем говорить, что на позициях получше. Получше, да. Я не могу оттуда пригласить классного преподавателя, который читает на английском языке, а в России таких много. То есть из МГУ, МГИМО, вы, к примеру, не можете преподавателей пригласить профессора? Потому что закон определяет и стран Европейского Союза, организации экономического сотрудничества и развития. Понятно. Когда автоматом туда попадают американские университеты, австралийские, канадские, но не попадают даже те же китайские, которые уже входят в первую сотню университетов. Я тоже их не могу пригласить. Уже не говоря о России. Хотя у нас с ними тоже есть хорошие отношения, и которые признаны в мире. То есть и здесь мы опять танцуем, как мы смеялись с вами, на граблях. Даже не наступаем, а ещё танцуем. Да, а всё время, мало тебе, ещё, ещё, давай ещё. Даже здесь это просто бессмысленно. Тем более, что, ну, допустим, если Россия, в России есть и агентство аккредитационное, которое гораздо раньше, чем латвийское агентство, которое только в прошлом году реально вступило, ну, или было принято, выполнив все требования в сеть европейских аккредитационных агентств. А российские агентства там давно уже есть. И их требования, и их результаты оценки вузов давно признаются. А мы не признаём. Это тоже, ну, то, что связано, ну, с глупыми, не знаю, предрассудками, ограничениями. Вы задали вопрос ещё о том, что политика и Балтийский русский институт, и Балтийская международная академия. Когда-то, ну, 30 лет назад, после того, как я ушёл из политики, мы приняли решение, что мы не занимаемся политикой. Что университет, ну, или вузы – это место, где должны быть представлены все конфессии, все политические партии, и мы должны приглашать их для того, чтобы студенты могли понять их платформы, их дискуссии, их преимущества, и сделать выводы из этого. И для себя любимых, и для науки, и для страны под названием Латвия. Вот мы это старались сделать. Но, наверное, года два или три я стал задумываться о том, что а не перестарались ли мы с этого, и не нужно ли нам было активно войти вместе с тысячами студентов в ту же политику. Может быть, это изменило бы иногда принимаемое решение. Хотя и в новых Сеймах иногда у нас из наших выпускников можно было создать фракцию. Фракцию запросто. И сейчас у нас есть наши выпускники, депутаты Сейма. Да. Вот говоря о сегодняшних программах, что-то изменилось? Можно ли сказать, что те факультеты или те направления, те специальности, которые были популярны, не знаю, в 90-е годы, они востребованы в УЗИ и сейчас? Вы знаете, здесь надо говорить о том, что, во-первых, изменился мир вокруг тех, кто живёт в Латвии. И этот мир с того, что называется монопланированием, это, другими словами, социализм, стал рыночным. То, что называлось и называется капитализмом. Изменились подходы к собственности. Мы живём в мире всё-таки господства частной собственности. А это означает, что есть специальности, которые нужны всегда. Что это за специальности? Каждый из нас это почувствовал давно уже на собственной шкуре. Мы обросли юридическими путами, документами ещё. Значит, юристы всегда будут востребованы. И их нужно много, гораздо больше, чем требовалось раньше. То, что касается рыночного хозяйства, значит, это постоянное создание новых структур, рабочих мест, фирм. И точно так же их смерть. Потому что за 3-5 лет умирает 90% созданных фирм. Но есть те, кто хочет этим заниматься. Значит, они всегда будут идти на обучение на такие программы, как менеджмент, управление предпринимательской деятельностью, управление финансами. Недавно мы убили направление банковских специалистов, к примеру. Но это опять-таки беда и проблема Латвии, а не мира, в котором мы с вами живём. Поэтому вот эти специальности, они всегда должны быть востребованы. Никто не говорит, что каждый выпускник должен найти работу. Об этом тоже можно уже давно забыть. Но то, что мы должны развивать… Но, как правило, ваши выпускники на бирже труда не бегут. А здесь это другое. Наши студенты тоже изменились. Мы ведь с вами сказали, проанализировали, что выпускники школы, их стало гораздо меньше. Они хотят сразу получать деньги и удовольствие от жизни. Зарабатывать сразу. Дан, вокзал, нет, аэропорт. Аэропорт Лондона и так далее. Лондон или Скандинавия или ещё что-то. А вот на сегодняшний день есть ещё то, что, ну, как кривое зеркало. Бюджетные места в государственных вузах, они искривляют будущее людей. Почему? Потому что их так много, что на сегодняшний день их больше, чем выпускников школ каждый год. У нас фактически бесплатно. Почему-то об этом очень мало кто говорит. Что-то в консерватории надо поменять. Говорят об Эстонии, но у нас то же самое. Бюджетных мест больше, чем выпускников. На многие бюджеты программы даже не могут набрать студентов. Не могут, особенно региональные вузы. Хотя региональные – это отдельные разговоры, и убить, например, тот же Даугавпилский университет, я считаю, что это преступление. Это уже тут последние жители откуда-то, да? Да. Потому что вузы выполняют не только функцию передачи знаний, обучения, выращивания. Ну и, наверное, социальное, как это ни странно. Социально-культурную. И вот та же Балтийская международная академия стала таким центром социальной, культурной жизни. И это все знают. И в регионах в том числе. И в регионах, конечно, то же самое. Так вот, у нас изменились студенты. У нас, естественно, разбюджетных мест больше, чем нужно. Семья решает, но там ты не можешь поступить, не знаю, на юриста еще кого-то. Иди на педагога. Как минимум там 4 года ты будешь учиться, умнеть, ты будешь получать стипендию. Не надо платить ничего. Ну то, что это не твое, не будешь работать. Ну бог с ним. Ну хотя бы так. И, кстати, это одна из функций в регионах. Куда бы пошли эти люди, если бы они не учились у нас, например, или в том же Долговпилском университете, или в Лепайском университете. Они бы опять улетели. Так вот, у нас появилось сейчас, ну то, что я иногда называю профессиональным отскоком. Что это означает? Был период чемодан-аэропорт или чемодан-вокзал, они поработали там некоторые 5-10 лет. Некоторые здесь создали в Латвии свои фирмы, стали работать в крупных структурах, но рано или поздно они натолкнулись на две проблемы. Первое. Когда-то озвучено одной девушкой, которая пришла ко мне на приём, вернувшись из Великобритании. И она сказала, я сделала там карьеру, я в цехе стала мастером, это хорошие деньги, это много подчинённых. Но я подумала, а через 5 лет я буду тем же самым заниматься, а через 10, а через 30, это моя вся жизнь. И я хочу этим заниматься? Нет. Я хочу заниматься другим. Я хочу восстановиться. Она от нас ушла. Она проучилась, по-моему, 2 года и уехала, бросила учёбу. Я хочу закончить учёбу, потому что я хочу другой жизни. Вот другой жизни сегодня хотят тех, как статистика Латвии относится к уровню 30 плюс по возрасту и 39 плюс. И сейчас у вас тоже есть такие студенты. И у нас таких на сегодняшний день больше, чем выпускников школ предыдущих двух или трёх лет. Но это другие люди. Они не приходят со школьной семьи. Это взрослые люди, да. Они уже понимают, что они хотят. Они уже могут разобраться, что им нужно. Они воспринимают это совершенно иначе. Они мотивированы. И нет никакого дискомфорта, что иногда бывает, что преподаватель столько же лет, сколько им. Их не это волнует. Их волнует профессионализм преподавателя. Опять-таки, я привожу примеры из практики, потому что они отражают тенденции. У нас есть преподаватели, хорошие теоретики, но они не работали в этой сфере. И мы когда-то с этим столкнулись, например, на программе управления финансами. Там читаются очень большие курсы бухгалтерии, аудита, контролинга. И вот преподаватель, который вошёл в аудиторию к вечерникам, которые сами работают бухгалтерами, через одно занятие оттуда вылетел. Потому что он не знал, что неделю назад Министерство финансов, Служба госдоходов приняла соответствующее решение, пункты и всё остальное. А они это знали. Там нужен человек, который знает сегодняшнюю ситуацию и может с ними дискутировать. Вот такие знают, они их ценят на вес золота. Они говорят, он же всё знает. Мы можем задать вопрос и разобраться в этом вопросе. Вот вопрос у меня в фирме, и мы все вместе его обсуждаем. Вот такой, может, последний вопрос. Вы, в принципе, верите в будущее, в том числе и вашего вуза в Латвии? Как вы думаете? Когда-то сам для себя я попытался себя определить. И я сформулировал то, что я конструктивный пессимист. Ну, всё-таки ближе к реалисту, так это, наверное, может привести. Ну, можно и так сказать. То есть я буду пессимистически настроен, но буду делать максимум, чтобы это плохое будущее не было реализовано. И этот сценарий не прошёл. Вот и сегодня мы 15 лет живём в условиях реформы высшего образования. И этим тоже гробим, скажем так, качество. Всё время реформы, да? Вы даже не помните, когда было затишье, да? Нет, такого и не было. Всё время идут изменения от нас и от других вузов, не только от нас. Забирают автономию, а без автономии и конкуренции. У частных вузов есть одно преимущество. Мы смертны. Госвузы бессмертны. Их будут держать, пока не объединят. А вы сами должны думать, как выживать. Мы сами должны выживать. И наши студенты, они наши палачи или наши… Спасители называйте, как хотите. Иногда спасители, иногда те, кто… Это и наша радость, и наш палач. Если им плохо у нас, они не придут уже и не порекомендуют нас. Как я говорю, о нашем хорошем узнаёт там пять человек в семье, в лучшем случае. А о нашем плохом на следующий день узнаёт весь город, весь мир и… Поэтому мы вынуждены, и это меня радует, мы вынуждены улучшаться. Поэтому мы здесь стараемся. То есть время в тонусе. Язык, он стал уже не стопроцентным препятствием для абитуриентов из других стран. Там тоже появились те, кто может учиться на хорошем английском языке. Поэтому здесь наша задача на сегодняшний день адаптироваться и предложить студентам лучшие варианты. Как я иногда говорю, у нас учиться можно на английском языке, а жить можно и на русском языке. Это, по-моему, замечательный такой девиз. Саняцова Буква у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...